Здравствуйте, дорогие друзья! Я хранитель фонда военно-исторического отделения дома офицеров Каспийской флотилии Попова Эльмира Фаретовна. Приглашаю вас на урок мужества. Огненная дуга. 5 июля 1943 года началась решающая битва Второй мировой войны – битва на Курской дуге. В отличие от предыдущих крупных сражений Красной армии, на Курской дуге инициативой изначально владели русские войска. Советское командование, заранее знавшее о готовящемся немецком наступлении, преднамеренно выбрало оборонительную тактику, чтобы измотать в оборонительных боях основную ударную группировку гитлеровцев. А тем временем сосредоточить ближнее тыло обороняющихся войск Родный резерв и перейти в наступление, когда наступательная пара захватчиков выдохнется. Нашим войскам блестяще удалось реализовать этот план не только благодаря массовому героизму солдат и офицеров, но и благодаря несомненному полководческому дарованию руководителей битвы. Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Николая Батутина и Ивана Конева. Курская битва начиналась в принципальных иных военных и политических условиях. Прежде всего, решительно изменилась польза СССР соотношений сил. Крупнейшая и наиболее боеспособная группировка нацистских войск была успешно пленена под Сталинградом. Наступательная операция советских войск после Сталинградской победы вынудили немцев эвакуироваться с Кавказа, теряя всякую надежду на ресурсы этого богатого края. В результате были окончательно сорваны планы совместной агрессии против СССР в блоке из Германии, Японии и Турции. Как результат, советское командование смогло активизировать переброску войск по Стоку на Германский фронт. Немцам же восполнить потери, понесенные под Сталинградом, было просто нечем. Но, несмотря на все это, немцы возлагали большие надежды на летнюю кампанию 1943 года. В результате наступательных операций русских войск зимой и весной 1943 года в линии фронта оказался внушительных размеров войск в районе Курска, на котором находились войска двух советских фронтов – Центрального и Воронежского. Предполагалось ударами с исходящих направлений срезать этот выступ и взять оба фронта в кольцо, повторив ситуацию 1941 года. А затем, уничтожив войска двух советских фронтов, наступать либо в южном направлении, на Сталинград и Кавказ, либо в северо-восточном, на Москву. Успех этого наступления позволял стратегам вермахта реабилитироваться на зимнее поражение. Соотношение сил на Курска-Дуге было следующим. Русские войска имели 1 миллион 900 тысяч человек против 900 тысяч у немцев, 26 500 артиллерийских орудий и минометов против 10 тысяч немецких, 5 тысяч танков против 2,5 тысяч немецких и 2,9 тысяч боевых самолетов против 2 тысяч немецких. Таким образом, численно превосходство советских войск было подавляющим. На что же рассчитывали фашисты? В первую очередь, на техническое превосходство. К 1943 году советские танковые войска были полностью укомплектованы современными танками Т-34. Тяжелые танки тоже имелись. Это машины КВ-1 и КВ-2, неплохо себя зарекомендовавшие в боях 1941-1942 годов. Но и немецкое танкостроение за два года, прошедшее с начала войны, без дела не сидело. В 1943 году на вооружение немецкой армии начали поступать новейшие танки «Марк Тигр» и «Пантера», для борьбы с которыми Т-34 была слабовата и с точки зрения дальности стрельбы, и с точки зрения бронированности. Кроме этих двух танков, на советско-германский фронт вышли новые САУ «Фердинанд». Мы можем сказать о том, что танковая мощь вермахта на Курской дуге разбилась о мужестве советских солдат. И это будет справедливо. Но это было бы только половиной правдой. Полной же правдой станет то, что советское руководство, получив заблаговременно информацию о готовящемся фашистском наступлении и о новых образцах вражеской техники, сумело создать эффективные средства борьбы с этой техникой. Прежде всего, новые самоходные актиллерийские установки больших калибров СУ-122 и СУ-152. Снаряды этих самоходов без труда пробивали броню и «Тигров», и «Пантер», и «Фердинандов». О том, каким образом советское командование узнало о готовящемся наступлении, это партизанский разведчик Николай Кузнецов, работавший в оккупированном Ровно. Узнал эту информацию от гауляйтера Эриха Коха и своевременно передал на Большую Землю. У Ставки было достаточно времени, чтобы спланировать операцию. В раннем утром 5 июля 1943 года немецко-фашистские войска начали наступление, ведя убой до 500 танков против войск Центрального фронта и до 700 танков против Воронежского. В полосе Центрального фронта части Красной Армии отразили пять атак противника, после чего организованно отошли на заранее подготовленные рубежи. Обороны и продолжали сопротивляться. К 12 июля наступление немецких войск здесь было окончательно остановлено. Лишь на 12 километров смогли вклиниться в советскую оборону захватчики. В полосе Воронежского фронта немцев встретилось только же отчаянное сопротивление. Там они сумели продвинуться вглубь советской обороны на 35 километров. Но прорвать оборону немцам не удалось. Успеху советских войск способствовал тот факт, что они, зная заранее о планируемом немцами наступлении, за полчаса до вражеской артподготовки обрушили на позиции немецких войск шквальный огонь артиллерии. В результате график немецкого наступления оказался сорван, а враги понесли серьезные потери. Измотав противников в тяжелых оборонительных и встречных боях, Красная армия перешла в наступление. 12 июля на Орловском направлении, а 3 августа на Белгородском направлении. Результатом стало спрямление линии фронта на южном фланге, выход русских войск на границу Российской Федерации и перенос боевых действий на территорию Украины. В ходе советского наступления на Курской дуге был освобожден Харьков и создавались предпосылки для полного изгнания немецких захватчиков с Донбасса из левобережной Украины. Дата окончания Курской битвы считается 23 августа. Советским войскам удалось не только сорвать планы германского командования и окончательно захватить стратегическую инициативу, но и развить такой темп наступления, который позволил Красной Армии уже в сентябре форсировать Днепр и в начале ноября освободить от захватчиков Киев. К сожалению, эта победа досталась нам дорогой ценой. Великие и невосполнимы были ее потери. Но подвиг армии и народу на Акурской дуге никогда не будет забыт. В феврале 1943 года закончилась Сталинградская битва, ознаменовавшая полный провал плана Гитлера прорваться к кавказской нефти. Военные действия на Украине привели к образованию дуги, обращенной на запад у города Курска. Фашисты предполагали ударить в основании дуги с севера от города Орла и с юга от города Белгорода. С этой целью были созданы две ударные группировки. Они насчитывали около 900 тысяч человек, 2758 танков и самоходных артиллерийских установок, 10 тысяч орудий, а также 2050 самолетов. Советское командование решило измотать наступающие силы фашистов в оборонительных боях, а в критический момент нанести контрудары. Для этого были созданы 8 укрепленных рубежей. На северном фланге оборону держали войска под командованием генерала армии Рокоссовского. Юг прикрывали войска генерала армии Ватутина. Выступ занимали войска генерал-полковника Конева. Всего было задействовано 1 миллион 300 тысяч солдат и офицеров, 3444 танка, 19100 минометов и орудий, 2172 самолета. Координацию операции осуществляли представители Ставки, маршалы Жуков и Василевский. В ходе боев на севере выступа немцы за пять дней потеряли до двух третей танков и перешли к обороне. На юге противник пытался прорваться к Курску, но под селом Черкасское немецкую армию удалось остановить. 12 июля произошло сражение под Прохоровкой, в котором участвовало 850 танков с советской стороны и 700 танков из самоходных ателлерийских установок с немецкой. Бой под Прохоровкой остановил наступление фашистов и сделал невозможным дальнейший прорыв к Курску. 12 июля на северном фланге началось наступление на Орел. Ко второй половине дня оборона противника была прорвана, а 5 августа Орел был освобожден от фашистов. В тот же день на южном фланге контрнаступление завершилось освобождением города Белгорода и 23 августа города Харькова. Битва на Курской дуге стала началом победоносного шествия советской армии. Продолжение следует...